добрый день константин хотелось бы у вас поинтересоваться как у человека духовного с богатым жизненным опытом что вы думаете о ситуации которая сейчас происходит на украине можно земной как он у нас все записывается выставляется в интернет вы не против нет нет не против на что можно сказать мы молимся вот главная наша задача написано молите за царей за начальствующих я выполняю то что мне бог предсказывает по слову своем из святой библии а гадать вот а что будет какого дня это там выше думает которые нам не положено нигде вмешиваться это ничего не дает кроме смуты поэтому мы молимся одинаково ежедневно вы понимая поминаем молитвах всех правителей каких знаем и у нас раньше так было мы я видел как инаугурация была у президента этого зеленского я в ролик стоит я едва едва дослушала досмотрел до конца плакать хотелось такая тяжесть была на сердце но я не сегодня говоря говорю в день когда его ставили царем над ними и все в наших молитвах ежедневно а уж как бог распорядиться мы молимся очень наш где говорится да будет воля твоя относительно войны у нас прямое указание от христа враг голоден на корме жаждет на по его так то есть если так разобраться врагов никаких нет у меня есть кто враждовали за последние три года я в черный список занес больше 18 тысяч человек тысяч которые против там матерятся но меня это никак не касается черту его нету и мы за всех боремся если я верующий я никогда вперед не загадывая как это будет я встаю утром ночью молимся благодарим бога вот у нас собрание идут занятия по библии 11 занятий каждую неделю каждые два часа мы на молитву становимся заются звонок раздается по разным странам 10 минут помолились своим делом кто занимается вот весь ответ у нас нет врагов нет куда бы нас не забросили мы одинаково относимся к людям конечно если он верующий нам можем поговорить а не верующий я могу только скорбеть плакать он умрет где будет весь мир господь говорит завоюй а душе повредишь какой выкуп даже за душу свою главная душа а душе позаботьтесь и поэтому для меня мнение людей ничего не значит если она вопреки слово божие идет а я библию держу в руках уже вот осенью бы 60 лет так что я знаю о чем говорю и ни разу не был постыжен счет со мной делали я не должен был выйти из заключения вышел реабилитированный даже кгб и те меня там охраняли в узах какое-то указание пометка была чтобы меня не трогали а других там убивали ломали проламывали голову еще только не было у меня пальцем никто не коснулся вот и весь ответ а у меня никаких нет знакомых там и на этапах и везде ко мне относились так как никому не относились я вот разговаривал с верующими которые сидели ни у кого этого не было у меня библия была с собой начальник отряда когда обыск какие там были проверки были у меня просвор и библию он себе их в сейф утащит и все офицер а потом вот уже освободившись я был реабилитирован только 4 января 92 года я его книги послал в подарок то есть нас все-таки помогли найти друг друга мы не грамма не беспокоимся о том что там делает да мы скорбим нам боязнь и я никогда не считал что украина это другое государство или другой народ никогда у нас жена половина украинки как вот мы ну когда миссионерская поездка была у нас и доставка была в украине до этого мы приезжали мы никогда не считали что это другой народ и для меня это даже не понятно как это что был близкий из украины 1 сейчас за оружие взялся мы никогда не делаем этого. Написано, взявший меч от меча погибнет. Вот сейчас вороги нападут, вы что будете делать? Еще молиться буду, и все. А убьют? Да один раз живем, еще трястись за эту жизнешку. Вот так. И поэтому, что я бы относился хорошо к правительству в этой стране, в той, мне разницы нет. Я много по миру ездил. Всю Европу прошли. Север, Скандинавию, Прибалтику. И везде нас принимали, как будто мы там и живем. Когда в Чечню поехали, говорит, там только головы режут. Никто не тронул нас. И наоборот, всячески помогали люди. И мы все это засняли. Комната намаза, где заходили, молились. С мусульманами встречались. Шесть мусульманских республик, плюс Турция. Это чего-то значит. И нигде не было, чтобы нам мусульмане плохо сделали. Даже разговаривать не о чем. Наоборот, заведут в магазин, берите, что надо там. Вот такие были случаи. Первый раз нас видят. Но мы не знали, зачем мы приехали. 38 моих томов книг мы дарили во все библиотеки. Проехали. 650 библиотек получили от нас подарок. Нам это обошлось. 35 миллионов рублей. Зачем мы это делали? То, что книги возрождают людей. Они говорят о Боге, о вечности. Чтобы мы не хватались за эту жизнь. Ой, только бы меня не трогали. Умереть я и так умру. Главное быть годным перед Богом. Вот вопрос какой. Чтобы мы предстали очищенной его кровью, верой в него. А я тем более православный. Мне не надо выгадывать, как сектанты, кто как думает. У нас святые отцы истолковали. Каноны, правила. Брат у меня священник. Строим православную деревню. Вот сейчас одного там увидели. К нам приезжал. Он каждый год приезжал. Хороший человек. Адвокатом в Донецке где-то там работал. Камуфляж переоделся. Автомат в руках держит. Ему сейчас все пишут. Сергей, что ты делаешь? У нас это не положено. Кто в плен ведет, пойдет сам в плен. Нам Библия говорит, нельзя этого делать. Мы все люди-братья на земле. Когда я был еще в Евангелии, не знал. Я готовился там в регионеры пойти во Францию. Еще только не было. Дурнина какая. А теперь я совершенно другой человек стал, веря в Бога. И поэтому у нас вот обстановка. Говорят, сколько там плененое с той стороны. Мы никогда об этом не думаем. Мы знаем Бог. У него меч в руках. И написано проклят. Проклят. Кто делал Господне, делает небреже. И проклят Богом. Тот, кто удержит меч от крови. Мы не можем сказать, вот там, чтобы никто не умер. Мы не знаем этого. Бог знает. Мы говорим, Господи, да будет воля Твоя. Твоя. Так вы еще безвольны. Ну, это высшая степень. Это как у буддистов говорят нирвана. Я Богу доверился, и у меня врагов никаких нет. Я сегодня, если буду в Украине, я же не в комнате сидел. Моя жизнь вся прошла и в поездках, и в тюрьмах, и все-таки со мной не делали. И врагов ни одного нету. Вот такой ответ мой. Материал, если надо о войне, я скину вам. У меня книга вышла. Я 40 лет на нее материал собирал о войне. Вы будете все знать. Молитвы какие. Молимся отдельно в Украине, как молятся. Молитвы состальные. Как в России. Там поминается не ты плохой, я плохой. Я. С себя начинать надо. От нас кто только не страдал. У нас все в молитве это высказано. Кто там? И жена от меня страдает. Может, там, с родственники. А уже где были? Вчераший день. Сегодня другой день. Вот так. Мы молимся за американского Байдена, Джозефа. Постоянно Рамзана Кадыра упоминаем. Ордогена Амана. А сейчас написали правители Китая и Японии. 40 государств. И которые могут, их считают, молятся за них. Чтобы не было покушения. Чтобы Бог мысли добрые дал. Хорошие законы издавали. Чтобы дали достойно жить людям. Чтобы было из чего уделять нуждающимся. Задача не то, чтобы я богаче стал, а чтобы я не был пустоголовым. А помогал нуждающимся. Вот с какой стороны не зайди, у нас везде не враги люди. Написано, люби врага твоего. В чем он нуждается, помоги ему. Вот и весь ответ. Но вот вы все-таки как человек, который обогащен жизненным опытом и общением с умными, разными людьми. А вот как вы считаете, почему Владимир Путин пошел на такую спецоперацию? Ну, я знаю, почему вы. Я слышал, как он говорил об этом. Зачем они допускают НАТО? Нам, говорит, прятиться некуда. Вплотную их ракету установят к нашим границам. Речь-то идет о государстве уже. Он говорит, куда дальше-то идти? За тысячи километров Америка все государства вокруг России поставили стрелы-то куда направлены? А уже, а тут-то уже дальше идти некуда. К самому порогу. Вот если у меня у порога будут стоять какие-то люди, готовые меня убить, что я должен делать? Ни ребенка не выпустить, они с ружьями стоят. Он объясняет это. НАТО. Зачем им НАТО здесь делать? Никогда не было это. А Россия, когда просилась в НАТО, ее не приняли. Тогда бы войны не было. Вот причина какая они то, что там, как они делают. Ну и почему люди, которые, ну там, против, не говорят, что вот Луганская область, там Донецкая. И сколько людей за эти годы убили? Тысячи. Никто не говорит тамошнее. А вы сначала посмотрите на себя, что ты делал до этого-то. Это я просто рассуждаю. Я ни в чем это не выражаю, кроме в рассуждении. Вот почему он все это объясняет. У меня ролик этот есть скаченный. Так что, тут все понятно так. И деваться некуда, и поэтому такое делают. Это его объяснение. Я это не объясняю и не защищаю. Я христианин. А как вы считаете? Мне считать не надо. Я не военный какой-то психолог. Я знаю, что мы должны жить мирно. Вот и весь ответ. Я не думаю об этом. Я не руководитель. Ему трудно. Он большим государством руководит. Ну, со всех сторон обложили. Это возьми там и Грузии, где только не было. Со всех сторон. Тысяча ракет направленная. За 4-5 минут до Москвы долетают. Все нормально? Это любому понятно, что не годится так. Это на него, там, что говорят, вот он такой. Мы не говорим, мы как молились. На меня это ни на шаг, ни от него не оттолкнуло. Я видел, как он молится. Все-таки Бога признает. Вот и весь сказ. Когда Нордос захватили, он прямо себе говорит. Я не знал, что делать. Я склонился перед образом Божьей Матери и молился, чтобы Господь показал. Я видел, не раз он стоит в храме, молится. А сейчас какой-то старец, где-то, видимо, на Афоне там молится и говорит, правитель в России самый верующий из всех, которые есть. Я не этого не говорю, но люди молятся, чтобы Бог вразумил его. И со стороны политической тут понятно, что он заботится о своем государстве, о своих людях. А те пытаются середину, говорит, какие ракетные установки, что есть, середину города поставить, то есть щит из человеческих строят. Это тоже... Я не эксперт никакой. Зачем же прикрываться мирными людьми? А поэтому ракеты не разбирают, конечно, если там и там потери какие. Еще раз говорю, мы молимся об охлаждении сердец, чтобы пламя ненависти не пылало. Свой народ, один народ и друг против друга. Говорят, это совершенно никуда не годится. А начало идет с той стороны. Вот говорят, вот тогда-то там война была, а кто послужил этому? Гитлер определял определенно, говорит, а мне деваться некуда. Через две недели Сталин готовился напасть. А сегодня уже никто это не отрицает даже. Возьмите этот Резун Суворов Виктор, он об этом говорит. Уже солдатам, которые перед границей были, дали словарники там, польские, другие, через которые воевать на чужой территории. Это никто не скрывал. А тот на две недели раньше. У него, говорит, выхода не было. Весь немецкий народ это верил. Я не говорю, что так, но повод-то был дан. К самой границе подтянули там почти 6 миллионов. Вот и все. И поэтому, зная, видя это, мы и днем, и ночью молимся. Умиротвори, устрой, как тебе угодно. А как, я не знаю, мне и не надо знать. Умирать? Я все равно умру когда-то. Чего же за эту жизнь держаться, трястись тут? Готовы иудами стать. Один раз живу. 9 грамм хватит. Но у меня зато врагов нигде нету. То есть они враги, но для меня они не враги. Это они меня делают таким, что вот я говорю о Боге. У меня хорошее отношение с католиками, с мусульманами. Ну и люди злятся. Вы видите как? А я разговариваю с ними. Если на капитале стою в университете, вот людям я показываю Библию. Я ее цитирую с точностью до одной буквы. Если мусульмане, а вот это большой университет. Я с ними беседу по их книге. Говорю, какая сура, какой аят. Они сидят, лупаются, не знают. 2600 мусульман прошло передо мной. Ни один свою книгу не считал. А она у них считается священной. Все нормально. Я к тому, что я не отрицаю ничего, что написано. Я христианин, у меня Библия. Главное, руководитель мой. Я по ней считаю, верую. И готов, если Господь допустит, окончить жизнь свою так. Вот у меня еще такой вопрос есть. Значит, я читал в вашей биографии, что вы до уверования знали досконально три языка. Да. Ну что досконально? Я занимался. В школе языка не было никакого. И поэтому я не знал, что... Но я не люблю, когда вот говорят, а поддевают и ничего не делают. Уже у меня защита диплома была. И в это время, ну я считал, как раз, «Война и мир» Льва Николаевича Толстого. Я говорю, целые страницы по-французски, ни одного слова не просчитаешь. Да кого изучите? Кто-то сунулся там когда-то. Я уже вечером пошел, у соседской девчонки узнал, она учится там в шестом классе. А какой язык немецкий? Она показала, как буквы складывать. И через шесть месяцев я уже по-немецки разговаривал. Самостоятельно. Ни одного класса в школе не кончал. Занялся сразу английским за четыре месяца. Французским. Занимался испанским, греческим. Когда я умер в Бога, я все это бросил. Мне это не надо. Я занимаюсь священным писанием. На разных языках считал Библию, сравнивал. И вижу, все одинаково. Как это? Я не знаю. Вот в Латвию приехал. Живут. А, это такие националисты. Я говорю, а ты сколько лет живешь? Восемнадцать. Ну, что, знаешь по их? Он еще не знает. А я еще и еду только в Латвию. Дорогу уже покупил учебник. И уже считаю. В общежитии с латышами. Проходят там какие-то три с половиной месяца, я уже с ними разговариваю. Надо уважать народ, где ты живешь. Не для себя только думать. А что тебе Бог даст, если ты не с места? Поэтому, когда какое-то дело предстояло, я спрашивал, а можно это? То есть, по силам человека. Хоть один, если это делал, я уже начинаю делать. А если не делал, я тогда аккуратнее. А может быть, в самом деле невыполнимое. Ну, вот я когда в мореходное училище поступил, я сразу добивался сдать три курса за год. Высшее мореходное училище. По выбору комиссии на одном из трех иностранных языков. Я на немецком языке у них проповеди говорил в их собраниях немецких. А теперь что, с 50 с лишним лет уже ничего нет. Да мне это не надо. Я благовестник, миссионер. Вот лагерь детский создал. И я его директора был 45 лет. И еще три года в ином формате. Без помощи государства. Тысячи детей подняли. Этого никто никогда не сделает. Почему? Не надо жить не для себя, а для Бога. Я только сегодня на эту тему говорил проповедь. Она будет стоять, может, через неделю. О молитве. Как надо молиться за кого? Кто отклоняет ухо от слышания слова Божия и молит от того мерзость. Мерзость. Ну, женщины ходят в брюках в мерзость перед Богом. 22 глава, 5 стих, второзаконие. Если мужчина одевается в женскую одежду, а женщина в мужскую. У нас никакая женщина в брюках не пойдет. Это нельзя делать. Одежда. Вот бороду мы никто не трогаем. Мужчину так Бог сотворил, а так природа так учит. Это мое отличие от женского пола. И кроме того, я хозяин. Мое слово это окончательное. И жена, чтобы против, она взяла, поехала или что-то. Это даже не именуется у нас никак. У меня есть очень большие друзья, близкие. Я как-то один раз зашел в краевом суде, а там 5 человек сидят, ниже генерала ни одного нет. И они говорят, ой, Игнать Тихович, а мы только о вас разговаривали. А там какой-то день рождения маленько справляли. Я говорю, а что? А более счастливого человека мы не знаем. Я говорю, а по каким параметрам измеряли? Вы делаете то, что вам нравится. Но я делаю дела такие, государственной важности. Говорят, вот преступники в стране такое. Но у меня опыт с преступником. Я прошел 5 тюрем и лагерь. Я сотрудничал с местным СИЗО. 3700 человек там. Я шел по камерам сопровождения. Я выступаю у них по рации. И даже на Пасху добились разрешения, чтобы мы покрасили яйца, разрешили пройти, поздравить их. Сколько человек покаялось, сегодня говорят. Стали на истинный путь. У меня другой путь. Путь миссионера и благовестника. А они против. Меня это не касается. Он против. Он за это отвечает. А я не против. Я еще не вернулся из лагеря. А уже прокурор, который меня судил. Его уже нету. Мордовин Яков Иванович. Уже умер. Следователь, который первый раз меня в 80-м арестовывали. В 50-м, кажется, 3 года умер. От какого-то гарморита. А я вот в 82 года еще ни одной таблетки не съел. И я вообще не болею. Вообще никак не болею. Ну, где-то там колени болят. Это уже, говорят, истерся организм. Это естественно. Это не болезнь. Я упал там где-то или руку сломал. Это я не сломал, к примеру говорю. И поэтому... Вот мы проехали, представьте себе, 120 тысяч километров из Барнавула до Владивостока. Прошли Португалию, Скандинавию, Прибалтику. Север и юг Турции. И у нас врага ни одного не появилось нигде. Я узнавал, как государство, какие порядки, что нельзя делать. Я сам перепрещущий, реставратор. Я все отсюда выпил, выписался, корректировал. И переплел, получился такой, как журнал. Но нам нигде он не потребовался. Мы христиане, мы ничего не нарушали. И поэтому для нас правило не играет никакой роли. Никакой. Мы такие и есть. Не знали, как говорят, нельзя в машине ночевать, когда только в гостинице. Ну, может быть и так. Мы сели обедать, в Австрии было. А полиция подъезжает. А мы уже расположились, вытащили груз, там палатку ставить. А у нас собака привязана немецкой породы. Она чемпион России. А они, амзалайло. Они развернулись, выехали. Так мы им уже утром, и так сами ушли. И даже здесь нас не зацепило никак. Ну, нигде, где бы мы ни были. Вот вспоминая, как было, когда папе римскому Венедикту и Франциску подарили книги. Как мы в Риме были, там, в Колизе, этот, ну, в Португалии. Как Господь нам заранее готовил места. Мы едем только. А там уже так складываются события, что они нас ждут. Перед нами проехал человек, мой духовный сын, священник. И он там уже все рассказал про нас. Но никто не знал, что мы поедем. Мы приезжаем, а там нам уже в храме тарелку держат. Кладите деньги, люди едут, дорога не нужна. И все это заснято. Вот у меня один только ролик. О ролике говорю, один канал. 22 500 роликов своих. Больше 5 тысяч я нигде не встречал. А это 22 тысячи. 67 миллионов просмотров. Так это один канал, а у меня несколько каналов. Четыре программиста только обслуживают. Все это делают. Все улучшают, улучшают. И при том везде все это бесплатно. Мы в администрацию Ютуба написали в Америку, что там монетизация идет, чтобы деньги они забирали. Мы не прикоснулись к ним даже. И это я говорю, хвалясь моим Господом. У нас ничего нет. И обладаем целым миром. Кто бы откуда ни приехал, эти люди ищут нас. Вот сейчас написал, доктор богословия. К Лапкину могут по-разному относиться. Говорит, но что тысячи людей нашли православную веру, это вы куда денете? Вот и весь ответ. А почему? А я своего не ищу. У меня нет образования ни гуманитарного, ни религиозного. Я технарь. Но я работаю. Ни посильного не беру. Вот готовлюсь к проповеди. Вот вчера говорил вечером проповедь, чтобы поспешали. А сегодня о молитве говорил. И молитва бывает в грех. Когда, где. Я уже плохо слышу, вижу. Ну, есть помощники. Он стоит, я вам говорю, какое место. Он открывает, считает. Все уверены, что я не выдумываю, а Библия-то написана. Даже недостатки свои физические Господь обратил на пользу. Мне доверие на сто процентов. Почему? А слова из Библии я даже не цитирую. А считает, человек из Библии стоит рядом. Это так необычно. Так проповедники не проповедуют. А у меня тысячи проповедей, которые сохранились в аудио, в видео. Ответы только на 4124, когда я в пяти университетах вел занятия. Это Господь делает так. Я однажды к ректору зашел. Большой университет. 28 тысяч, кажется. А он говорит мне. Вот тут новые русские называются. Ну, директора и прочее. Образования-то маловато. Над ними смеются. И они хотят уровень свой повозвысить. А это хорошее дело. Ну, так преподавателям надо. Я говорю, ну, это тоже Господь усмотрит. Да дело в том, что они вас избрали. Как меня, я говорю. У меня образования-то нет. Нет. Директора все эти. Вас избрали. Ну, что делать? Узнал, когда, где подготовился. И когда пришло время получать деньги, я говорю, так я не за деньги делаю. Нет. Это, говорит, не наши. Это они. У них денег хватает. Они, когда я глянул, я говорю, таких денег и не видал никогда. Как так? Они вам... Я говорю, по какой ставке-то? Профессор. Ну, какой же я профессор-то? У меня вообще нет никаких званий-то. Да они чуть ли не Нобелевским лауреатом меня провели там. Потому что им надо доказать, откуда деньги эти. Вот как Бог делает. Я не сказал ни слова. Согласился бесплатно. А видишь, как Бог сделал. А потом 18 лет вёл занятия в одном университете. 18 лет. Когда узнал, ректор за голову схватился. Что ж вы делаете? Почему не получали? Когда подсчитали, там ужас сколько. Я пошёл, говорит, и ННН надо. А ИНН мы не принимаем. Развернулся и ушёл. Только дело. Я не за деньги делаю. Я отказался от этих миллионов. А денег-то нет. У меня минимальная пенсия. Мне не давали работать по профессии прораба. Я мог работать только во вневедомственной охране того района, где живу. В милиции. Я живой, у меня всё есть. Ну, конечно, кто если так незнакомый, скажет, ну, разве можно так жить? Как жить? Я нормально живу? Вот и остаётся, и кому, где пройду, здесь никак это не сделаешь. Видно, нет, я поставлю ногу, чтобы вам видно было. Вот, видите, нет колена какой. Тут заплат 40, наверное, пришито. А мне никакой нужны нету. Мне тепло. Не болтается ничего. То есть у меня своя жизнь. Ничего нету. И в то же время Павел говорит, всем обладаем. Вот и всё. И поэтому война, а не война, нас это не касается. Ясно дело, в военное время, в отечественной, когда была, за моими словами, я бы сразу расстреляли. А я на это и иду. Мне смерть, она не существует. Это Господь так укрепляет. А за что он у меня убьёт? Ну, а то, что вы сказали, что с врагами не надо воевать. Не надо, врагов нету. Их нету. Если бы меня послушали сейчас, война бы в один день замирилась. И они бы в НАТО никогда не наступали. И всё остальное сделали как надо. Я знаю, какая программа должна быть. И же сказали, чтобы русский язык был вторым языком, как здесь, не заставляют. Сейчас от них беженцы, когда пошли, уже два миллиона, говорит, только есть. Выставили там. Ну, не то, что фейки какие-то. В Молдавии. Из Украины. Чтоб с нами по-украински разговаривали. Какой украинский? Мы же не украинцы, молдаване. А они такое. Ну, и там всё пишут. Я думаю, это совсем уже поехали куда-то. Мы бы нет другой язык-то изучили. А то я приехал туда, их заставляю по-моему разговаривать. Невероятное. Вот я ещё видел ролик. Вчера буквально смотрел, как сидите вы, и сидят старообрядцы, где-то, ну, около, может, 8 человек, и они вам как бы высказывают какое-то своё там мнение плохое. У вас какие-то плохие отношения со старообрядцами? А, старообрядцы. Да никакие это они. У меня нет отношения к ним. Это они. У них обязательно должен быть какой-то противник. Вот Никона нету 360 лет, а они Никон, Никон, Никон. Причём тут я. У нас тут один журналист поехал, они увидели, что на фотоаппарате Никон написано. Так я, говорит, не рад. Говорит, кое-как отбился. Я говорю, это японская фирма. Нет, написано Никон. У них священник, Симеон Дурасов, там, говорит. Вот у нас, говорит, у старообрядцы такое положение, как будто нас с дыбы, с жаровни только сегодня стащили. Вот такое презрительное отношение. У них обязательно кто-то должен брак быть. Они без этого не могут. Восстать не могут, а всё время мне от них никакого вреда нет, а только пользы. Вот они недовольны. Ну и что? Это они за это отвечают, не я. А они все от меня сколько получили, которые познакомились у нас, которые напали, дети родились. Если бы не я, в этом смысле, они бы не родились, если бы не познакомились через меня, родители их. Вот такое дело. Но они говорят, я молюсь за них. Конкретных никаких нету. Ничего. Я в них не брал, а наоборот, только помогал всегда. Они не могут никакого обвинения выставить. Только я не такой. Да, я говорю, что разницы нет. Они двуперстно молятся, и мы так же. Другие, у нас разницы нету. Двуперстно, мы знаем, Сергей Радонежский молился, троеперстно Серафим Саровский и те и другие святые. А они Серафима не признают, клевещут на него, что он сгорел, у него папироса загорелась в келье. Вообще, с ума сойти. Серафим Саровский. То есть, у них эта вот клевета непрерывная, как хлещет. А на меня это никак не влияет. Ну, они там недовольны, ну и что? На крайней мере, пока они на мне зубы тощат, зато другие от них отдыхают. Вот, знаете, я еще когда-то ролик смотрел, у вас очень хорошие отношения были с Романом Малышем. Да. Потом у вас как-то отношения закончились, и вы не знаете, что сейчас с ним в дальнейшем сезон? не знаю где. Это он так, только прищачался, а теперь давай, говорил осенью, я начну оформлять, у него он приехал как бы крадущий. А это не так, президент у нас не тот, это незаконный президент. Земля, которая на Алтае, она нам не принадлежит, то есть, он говорит, свихнулся полностью. Ну, что можно делать? И теперь, фактически, то он к нам приехал, а документы не оформляет, прописки нет, гражданство то, и ясное дело, он объявил войну, давай еретиками называть, неделю назад прищащался, ну, свихнулось это. Земля у него там только плоское, как стекло, не круглое, но началось с этого. Ничего нет, хорошие отношения, но я каждый день за него молюсь. Хороший человек, так помогал, такой мастеровой, в один день вот так все свихнулось у него, наоборот. А почему? Немногократно женился, это все блуд, мозги съедает. И с одной женой нигде нету, то есть, мира нету. А он там, променяя стихотворение, писал хорошее, как моряк, и прочее. И он где были, работали, он безотказный такой, везде помогал, мы пруды восстанавливали. Ну, до того добрый, мгновенно изменился, все враги стали ему. Что можно это сказать? А я в городе был, я вообще его там не видел. Ему сказала милиция, прийти там, что-то носит, а он не приехал. Ну, у нас и приехали, наручники. Все, пять лет, чтобы не пытался заехать в Российскую Федерацию. У меня отношения к нему никакого плохого не было. Мы сегодня ежедневно его в молитве несем, молимся. А он давай ролики выставать, там еретики, показывает, как паспорт советский сжигает. Это его дело, он за это отвечает, он себе так и посеял. А у нас с украинцами самые хорошие отношения, которые остались там люди, знаем, священники, ну, родные братья. И в Белоруссии у нас точно так же люди. Любую страну возьмем. Сейчас недавно приезжала сестра, она крещение принимала из Ливана, из Италии, из Франции, из Германии, к нам приезжают. Летом у нас в озере крещение, это все бесплатно. Готовим людей. И вот нынче 10 июля будет. Вот так. Вот вы с ними встретитесь, допустим, старобрядцем, или кто против, или Роман встретится, пусть он что-то скажет. Кто изменился? Мы изменились, и ты ли изменился? Вот когда ты приехал, кому ты приехал, мы изменились, или что-то сокрыли, пусть он скажет. Он ничего не может сказать. И изменился-то ты, но ради тебя я не могу теперь жизнь свою ломать. И он верит, там разные, какой, где-то кто-то там, Крашенинников, этот Славик, там десятилетний умер, и все. Уже разобрали, церковные там, посланы были, целые делегации, что все обман, ничего нету. А он вот это все посчитает. И кто против, где он всех героями национальными считает. Я ничего не могу к этому добавить, только скорбь, печаль. Вот я еще хотел поинтересоваться у вас, буквально у меня осталось пару вопросов. Какое ваше отношение к Герману Стерлингову? Ну, я с ним лично не встречался, но материал у меня о нем есть. У меня одно, и мой, и мой разрушитель с большой буквы. У него ничего нету. Ни крещения, ни пресчищения. Он очень наглый-наглый, принаглый. Он все везде знает, по-другому, как правильно рожать знает. Учит, как пищи делает. Я 40 лет пищи делал, я строитель профессиональный. Ну, и везде вот такое вот. Где бы что ни увидели, его спросили обо мне первый раз, еретик. Все, больше у него ничего нету. Нигде в мире церквей нету. А только он знает одного епископа где-то, но сказать не может. Ну, то есть, мошенник. И при том, мошенник сначала награбил через свою организацию Алису, а теперь, ну, скользнул как-то, в башку не раскроили. А теперь вот как-то оружие он сдавал, показал на столе, там, снайперских ментов, сколько у него автоматов, там, зерно, это, военный склад. Ну, это мне дарили. А как-то и кого засыпили, он сразу в карабах сбежал. Побыл там, вернулся, когда узнал, какие-то там боевиков готовили, я не знаю. Вот недавно от него люди были у нас тут. Они ничего не знают. Не то, что неграмотно, а совершенно и невежда. А вот надо только эти книги, остальные все перепорчены, Библию считать нельзя, она неправильна. Еще нет. Он учит, как хлеб стряпать. Каждая булка полторы тысячи. Еще это, тут же понятно, что-то не то. У нас один был у них там, работал, Пахмотов Георгий. И вот он говорит, вот надо так-то там, закваска не такая, вот делать своя, чтобы она была. Теперь, ну, пшеница только своя, другая она нельзя, отравленная. И с Олей, мы говорим, ну, соль должна быть особая. Где-то ее напилят под землей. Он говорит, а где он? Говорит, а сказать не могу. То есть, хоть как делать, но все будет не так. Это напоминает рассказ, как один говорит, ты хочешь быть богатым? Он говорит, ну, а как я сделаю? А ты, говорит, большую такую возьми, ведро или что-то, чтобы утром все, жена, все бы в одно ведро сходили после ночи. И ты там его закутай на печку-то, но только через неделю выпарится, они золотые слитки будут лежать. Но только не думай о шкуре белого медведя. Он, мужик, начнет заворачивать эти дерьмо-то. Ну, что же он мне сказал? Я опять подумал. Ну, ничего кроме вони-то нету. Вот это и Германа Сервигова. Он все знает, и все, но где помочь еще не может. Он к старообрядцам прилеплялся. Видать, что-то попросили у него, он сразу смылился. Вот с ним о чем разговаривают-то? Кто-то не так говорит, он хватает, там бросает, как Жириновский. Это бесноватый. Это беснование. Как можно так понимать? И ничего у него нету, ничего он нигде не создал, кроме того, что нахватал денег. А вот у него там, ну и что, что у него там есть? Он горбом заработал. У меня что есть, я горбом заработал. У меня три грыжи на позвоночнике с тяжестями. У него ничего этого нету. И у него вопросов нету. Все патриархии, никто, католики, никто, Библия не нужна, а что у него есть? Он причащается? Нет. Ничего нету у него, нету. Исключительно наглый разрушитель. Вот и ответ. У нас некоторые заезжали туда к нему, ну, знакомые, которые были. Ну, ты не можешь сразу построить, значит, нанимайся у меня в работники. О, как ловко. Там мужик его послушался, все продал, в деревне дом приобрел. Теперь корова. А куда сейчас бывать-то? Ничего нету. Он сидит теперь на этим, там бревна лежат. Он говорит, что-то я ему поверил, дурак, а теперь один мотаюсь, не знаю как. А у нас как? Ну, деревня, так мы друг друга знаем, храм открытый, приезжают люди отовсюду, готовимся, мы работаем, сажаем, садим, и все, что требуется для жизни. Было по полгектара, а сейчас у старосты уже 1200 гектар. Пусть он Герман покажет. Комбайн купил, он обошелся в 10 миллионов по лесу. У него ничего нету. Ничего. Только на эти дармовые деньги вот это сделал, там большие бревна над ним. Вот это такая усадьба его там. Ну, и пускай. Вот, знаете, я видел, вы построили самостоятельно свою православную деревню без помощи государству. Да. Как все-таки вам удалось сделать без... Ну как, Господь Бог, мы молимся. Вот я начальник детского лагеря, я пишу устав, регистрирую его в краевом отделе юстиции, набираю команду волонтеров. Никто не получает ни рубля. 45 лет. Да прибавь 3 года в ином формате. Да нападки какие были. Вот там у нас не соответствует тому, не соответствует, что туалеты, там чистота, порядок, ну, должны быть мраморные стены. Где я возьму? Ни рубля никто мне не дал. Так это тысячи детей без помощи государства. Вот и все. Я вот студентам говорю, слово проблема, я исключаю из своего лексика. Она как, нерешенный вопрос. Я его начинаю решать. А вот он не понимает, не понимает. Поэтому я иду без... И преподаю одновременно в пяти университетах. Выступаю по радио. Еженедельно у меня несколько передач по телевидению. Все это без копейки. Я нигде ни копейки не получал. 13 школ сразу вел. Мне зачем это надо? Это мой народ. У меня на сон уходило два с половиной часа. Два с половиной часа в сутки. Поэтому я, если говорю о чем, то я знаю, испытал его. А у него нет еще. Нет. Он не видел я ни одного ребенка. Там, чтобы они купались, бегали. Нет никого. Кто-то пришел, там за саху взялся, Жириновский там одну борозду провел. Ну, это интересно, там усадьба. А спроси, где деньги взял? А мы ничего нету. Первую глину месили с соломой, а дальше коровы продавали, свиней держали, овечек. Вот у нас в церкви с тарелкой не ходят. Найди такую церковь. Одну. Нигде у нас не ходят. Ни свечи, ничто не продается. Ни закрещения, ни копейки нигде. Включили десятину, все на месте. Нигде нету. Ни у нас, ни за границей этого нету. А у нас это есть. Ни рубля, ни торговли, ничего нету. И в то же время все есть. Мы ничем, говорит, не обладаем, но всем обладаем. От апостола Павел говорит. Игнатий Тихонович, я вам очень благодарен за все то, что вы делаете, за все ваши этикаты, за все ваши видео и за пример, который вы для нас показываете. Спасибо вам большое за эту беседу. И вы прям меня вдохновили очень сильно. Ну, понимаете, один раз живем. Укрепили. Да. Костя, мы один раз живем, и поэтому надо ее прожить так, чтобы на суде Божьем не спотыкаться. Вот у меня 38 томов книг вышло. Это за 8,5 лет. Это вещь неслыханная, это никогда нигде не было. Какие книги? Каждая книга 752 страницы. Это, понимаешь, какой был труд проделанный. А только специалисты могут сегодня определить. Стихотворение. У меня 4 тома стихов. Каждый том 800 страниц. Каждое стихотворение 36 строчек. Эпиграф из Библии. И бывает так, 36 строчек, и напротив каждой строчки указана, какая книга, глава, стих, откуда взята мысль. Такого не было никогда за все время существования человека. А как вы узнали, что так? Никак. Я просто, как говорят, интуитивно ощущаю, чтобы показать людям, чтобы люди верили, что написано в Библии. Вот как. Я благодарю Бога абсолютно за все. Вот мне как будто бы разговаривать с человеком, вот ты не слышишь, а я не нуждаюсь этим, что я не слышу. Вот я с вами разговариваю свободно. И хорошая слышимость. Да. Тут связь плохая, но так как-то совпало, что когда я вам позвонил, связь прям сразу лучше стала. Да, прямо здесь мы. Будут какие вопросы у ваших родных, близких, друзей, вы приходите. У меня ответ, когда я вам материалы скинул, я вам скидывал материалы свои. Там сайт, на сайте 55 папок стоят. Папка это название, допустим, военная там что-то, война, о войне. Ткнул, там одни вопросы, в какой книге эти вопросы, которые я отвечал в университетах, в школах, в милиции, во всех воинских частях Алтайского края. По первому времени я стоял, наверное, на первом месте по всей стране. Я теперь конкретно 55 папок ткнул, а дальше идут ответы. 4 тысячи 124. Так не было бы, если бы меня не понудили, которые знают, а куда вы деваете вопросы, в письмном виде ко мне идут в университете. А я их прочитал, выбросил. Нет, надо их расширить, ответ. Ну, я опять послушался. У меня все как-то получается, что меня пинать надо. Женщины там ткнули, я сказать, я книги отдаю, переплетаю. А что вы переплесчиком не станете? А как? Я купил книги, познакомился с хипографиями и в общей сложности переплел около трех тысяч томов. Я реставратор. Старинным методом. Самый крепкий метод. Толщина хоть вот такая вот книги может быть. Я люблю это дело. Почему? Посчитали меня счастливым. Даже встретил один стручкоп Александр Шолоховед. Я его не встречал, а только в интернете. Он говорит, я встретил человека, счастливее которого не знаю даже. А почему? А вот у Чернышевских Николая Гавриловича говорил, у человека счастья тем больше, чем большему счастливу людей, он сам приносит счастье. Вот на мне это сыграло. Прямо как есть. Я притом об этом не думаю никогда. Просто я живу так свободной жизнью. Я ложусь пораньше, а вот сегодня я встал там второй час только ночи. А уже в 4.40 все встают по местному. В 5 начинается молитва. Но я раньше пока разгребу почту, пока отвечу. Каждый день почти новые люди приходят. Тихоныч, благодарю вас. У вас очень большой пример. вы очень большой пример даете. Да потому что я об этом не думаю. Ян Златоуст говорит, слава человеческая имеет особое свойство. Когда за ней гонятся, чтобы ее прославили, она убегает от него, как капризная невеста. А когда он ее убегает, мне это даром не надо. Она за тобой гонится. Меня везде выставляют, там, приглашают, конгрессы, там бывают лауреаты Нобелевской премии. Один там, интересно было, когда судились, они всякую клевету на меня возводили. И один из них первый секретарь Железнодорожного райкома КПРФ Бобров Геннадий Александрович. Ну и судья спрашивает, какие у вас отношения с Лапкиным? Он говорит, какие? Плохие. А я тут сижу, суд идет, я подал на них суд закребеты за все эти. А в чем дело, как? Она расспрашивает. А расскажите, как вы познакомились? Он забыл, что он мой враг. И он говорит, Конгресс интеллигенции был, со всего страны, страны там приезжали, видимо, за рубежа были, но выходят там в очках профессора. Ваша честь. И вот этот человек в своем задрипанном этом пизжачке, говорит, выходит, валенки, галоши. Я только подумал, а зачем этот-то вроде чучело здесь? На вашу честь. Вот он стал говорить, я прошептал, златоуст. С самым великим проповедником сравнил. Ему надо меня топить, а он начал восхвалять. Вот так. Потому что я этим не нуждаюсь, мне достаточно того, что есть. Человек обратиться к Богу, для меня высшая награда. У меня было сколько в камере покаялись людей. Где бы ни было, везде Бог дает новые души. Они меняют свою жизнь. А с чего я должен начать? Я говорю, ты как показывал? Ну вот так, это же следствие было. Я говорю, ты должен теперь вернуть назад и все вызвать прокурора по надзору. Так мне тогда тут не выйти. Ну и не надо, держайся за свою жизнешку. Ты перед Богом, а Бог сделает как надо. Ну и один обратился, Редькин, Владимир Прокопьевич. Ну давай. Прокурора вызывают. И главное, что ему 7 лет минимум навернули. Бо ему только условно дали. Вот и все. Ты на Бога возложи упование. Не надо думать, срок мне дадут или пытать. Меня и пытали, что не делали. Накачивали вот так, чтобы тело такое было. Подвешивали там. И все позади. Они мой разум не могли свихнуть. Я молился, плакал, считал Слово Божие, другим проповедовал. Вот и ответ. Вот вы пришли сами сюда. А я верю, что вы не сами пришли. Вас Господь послал. И меня порадовали. Видите, трезвые глаза. Трезвые глаза у вас. Вот. Ну, бритые, это другой вопрос. Бритву можно выбросить. Одетые, не хлюпайтесь, не материтесь. Это все располагает, ну, то, как я живу. К вам. Видите, как. Я уже всегда молюсь, чтобы Бог послал такого человека, чтобы поделиться тем сокровищем, которым нас Бог наградил. Притом, он у нас беспроигрышный. Да сейчас победить, допустим, та страна или это, я никому не враг. Я молюсь, молился и молюсь за всех. Вот и весь. Мы каждый день молимся за Владимира Зеленского ежедневно. Каждый день молимся за Ардогана, я говорю уже об этом, за Лукашенко. Я вот считаю, что Лукашенко, мое мнение, Александр Григорьевич, это лучший президент в Европе, а может, во всем мире. Это мое мнение такое. Может быть. Еще последний вопрос хочу вам задать. Что вы можете сказать людям, которые вот только обратились к Богу, с чего им нужно начать свой путь? С покаяния. Истребление. Когда спросили, я уже отвечаю, понял. Это 2 глава, 38 стих, деяния апостолов. Вот где ответ. Что нам делать, мужи и братья? Петр отвечает, я цитирую дословно до одной буквы. Покайтесь, запятая, и докрестится каждый из вас своим Иисусом Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа. Все. В этом все. И по порядку начинать надо. Считать Библию ежедневно, вот какому-то обществу быть вместе вот к нам. Там я вам скинул, в какие дни мы молимся. Каждый год, год говорю, каждый день мы молимся и показываем, где. И придите на занятия. Вот сегодня у нас будет занятие. Попроситесь, там написано, как кому позвонить, Семенов. И вы будете здесь, и мы будем друг друга видеть и беседовать. Мы никакой корысти ни от кого не имеем. Нигде ни рубля. Ничего нет. Я получил даром, даром все вам отдаю. А вы скажете, а я не верю, мало ли, что старик там бредит. Я ничего не потерял. Я с доверием отнесся к вашему желанию, а вы хитрый такой сумели под меня подыскать и меня арестуют. И это моя награда. Так что ты мне ничего плохого не сделал. Ну я к примеру говорю. Я благодарен Господу Богу за то, что Он благословил меня с вами общаться. И вы меня наделили такими знаниями, укрепили веру во мне. Поэтому я вам очень благодарен, Игнатий Тихонович. Спасибо, Христос. Вы очень хороший. Я сейчас, Константин, вам скину материалы. Молитвы, какой молитвы, молитвы, которые молятся на той стороне, которые это, и наши отношения к войне. Это мои материалы. И вы увидите, как мы относимся к этому со скорби, с печалью, с самообличением. Не врагу показать, если он врагом, я его кто-то считает, а я-то его не считаю. И поэтому у меня отношения со всеми сохраняются. Я для Бога. Я рассорился с дьяволом, который пал с неба. Подходя к двери, всегда перекрестись и скажи, отрекаясь от сатаны и всех делаю, и всех ангелов его. Перекрести. И не бойся никаких, там G5 стоят, там облучают людей. Никого не бойся. С тобой, Господь, путь твой расширенный. Ты идешь по нему. Я вам это буду скидывать, когда материалы. Вы внимательно смотрите. Я огромные материалы посылаю людям. Огромные просто. У вас еще очень красивые стихи. Вас Господь благословил на такой талант. Да, сколько положено на музыку? На музыку 85 примерно. И сейчас составляют, которые какие, ну, я могу вам скинуть, которые конкретно вы посмотрите. Даже другие там пишут, как свои поэты настоящие. Это музыка. Я никогда не видел, там какой-то Адаров играет на музыке, меня там представляет. Ну, это Бог делает так. Стихи. Вот сейчас я кинул стих новый. Там, ну, о гонениях какие есть. И люди видят. В одном месте Ярмагеддон предваряет грипп. А как вы знали, что грипп будет везде? Никак. Так это же было еще 15 лет назад, да. Я рука писала, а я не знал, что грипп будет. Вы давали как-то интервью, я помню, Алексею Шахматову. Какое у вас впечатление осталось об этом интервью и вообще об Алексею Шахматове, как о личности? Ну, у меня название ему есть. Блуждающий Алексей. Недавно еще один был такой, Сергей. Тоже какое-то общество и на меня его вывели. Блуждающий. А обманывает себя и людей. У него ничего нет. Ничего нет. Он всю жизнь трудился в секс-индустрии пакости. И приехал здесь. Ну, он тоже осознает. Беседует там с Головином Владимиром. А отец Владимир говорит, Игнатий, для меня учитель мой. Меня называют учителем. А этот-то сидит рядом слушает. Ну, конечно. Это глыба. Это человек. Это ренессанс. А недавно один говорит, я лютеранин. Да для меня вы как лютер, как наш вождь. Я настолько к вам привязался где-то. Почему? Я нигде не лукавлю и не лгу. Вот когда у меня написана книга была для слова Божия нету. Она из документов почти вся. Ну, и которая вот я репрессирован. Если кто-то отсидел за что-то плохое, то его дело ему в руки не дадут никогда. А я репрессированный, реабилитированный. То есть у меня нет обвинения. Я пишу заявление в Краевую прокуратуру и мне назначают день, когда мои материалы, тома все приходят, я теперь сижу, выписываю. Они сажают рядом человека, видимо, студент юридического факультета. А я сижу, выписываю. Я ему говорю, ты можешь куда угодно пойти, я ни одна уристика не трону, я верующий. Я не могу этого делать. Он уйдет, я один сижу. Я выписываю там самые отвратительные отзывы, которые коммунисты против меня давали. И я их поместил в книгу. И мне даже свои говорят, ну это зачем? Теперь отношение к вам будет другое. А я говорю, я люблю, уважаю своих читателей, своих клиентов. И поэтому я, пусть он сам сделает выбор. Вот они такое обвинение говорили, я все и говорю. Допросы, которые делают, никто не знает. А я оттуда выписал теперь и поместил в свою книгу. Вот и без сказ. Когда человек обычно пишет про себя, он что-то замазывает, не надо, а у меня этого нету. Самое позорное, что они обвиняли меня, я все поместил туда. Так там за голову свои схватились. Да кто теперь к вам поедет? А я об этом не думал. Я людям даю представление, как к нам относились. Почему? Вот дальше уже рецензию на их выступление. Я там даю. Вот здесь он ошибся, а здесь он не знал, а здесь в этом раскаялся уже. Так что ничего и нету. Но у вас все-таки, знаете, еще со времен, когда вас судили, и по сегодняшний день очень многие вас могут там клеветать, как-то что-то на вас плохое говорить. У вас все-таки не было никакой обиды на этих людей? Абсолютно никак. Я вижу, что он заходит, матерится, я его в черный список, он для меня не существует. И все. Ну, 18 тысяч я занес за последние неполных три года. Тысяч, 18, полторы военных дивизии. Ну, и примерно 250 роликов против меня поставленных. Я смотрел, а там ничего нет, он выдумывает сам, ничего этого не было. Это был такой патриарх Тарасий в Греции, когда он умирал, его демоны окружили, давай показывай, тот делал то, то другое. Он говорит, ничего этого не было, вы все лжете. И с этим и помер. Я тоже им говорю, ничего этого не было. Он говорит это, но он говорит, ему за это отвечать, а не мне. А если враг приходит, у меня много есть такие, которые пришли, раскаялись, на исповедь священнику сказали, и мы в хороших отношениях. Были такие, которые членами общины стали. Вот мне нету предтре, он оклеветал, а я бы его теперь давил, давай ты не прав, я вообще с ним не разговариваю, только молюсь каждый день о нем. Придет время, если он избранный Богом, Господь его коснется, а нет, значит, он пойдет в свое место, которое приготовил. Дьявол есть лжец, и отец лжи. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 44 стих. И они его избрали себе, а ваш отец дьявол, говорит Христос. Мне этого никто не скажет. За мной не счастится ни одного места, где бы я солгал умышленно и не раскаялся. Нету этого. Потому что я своего не ищу, мне не за чем набивать авторитет, или говорить, вот чего у меня нету. Ну, одно то, что вот мне 82 года, 83 будет вот в июне, и у меня такие ресурсы, несколько каналов. Для чего я это все делаю? Я могу показать, сколько людей по всему миру пришло, с какими вопросами. Там не могут разрешить. А вчера ролик одни выступили, вот посмотрите, я там беседую, и говорят, за 20 секунд примирил людей. За 20 секунд. Вот и весь сказ. А ролик там... Да, я не выдумываю это ничего. Почему? Мне все равно. Отвергнись себя, возьми крест свой, и следуй за мной. Три ступеньки. Себя, то есть свое ярость сообщи. А кто ты такой? Я узнал, кто я такой. Я тщательно себя исследовал. И я отверг. Меня нельзя ни оскорбить, ни... Ну, ударить-то может. Я мог бы сдачи дать. Я готовился на такие дела. Знаете, если... Спрашивать... Да, я знаю. Да. Отомстить коммунистам. Хотел быть террористом. Я бы у Джохара Дудаева был, у Шамиля Басаева там. А Господь сделал тебя, как Павел, который был савлом, гнал в церковь. У меня биография похожа на это. И теперь мне... А он тебя ударил? Да нет, он сам себя ударил. Я от этого не пострадал. Сколько у меня было таких людей? Где они? Никого нигде нету. Три священника против нас поднялись. Все как ветром сдуло. Никого нету. Там и 41 год. Другому там побольше было. Я о них еще и помолился. Все. Это я верующий, поэтому меня нельзя никак сбить. Когда пришли допрашивать, а у меня были задействованы мне 12 кандидатов наук. 12! Моей труды, ну, исследовали. Там стихотворение про Ленина, написал. Стоит свой рот ащерев, по мету птиц подставив голый череп. Вождь атеистов, сонмищий иуд. Вот это. Это даже зацепили. За архипелаг гулаг. Я первой стране его распространил. Тема масонства я ей 14 лет посвятил. Я в политике настолько глубоко умник, что ко мне самые высокие щены обращались. То есть, а что дальше будет? Я показываю, как события идут и как оно может быть. Меня очень интересовали политические системы мира. Я практически все знал. И почему я считаю наш российский флаг единственный в мире, который является проповедью. Все рождаются в крови, должны искать небо синее и великий белый престол. 20 глава, 11 стих откровения. Такого флага нет в мире. Это проповедь. Я влюблен в него. Меня очень как-то расположил момент, вы как-то рассказывали, что вот вы сказали о священниках, и меня очень расположил как-то момент, когда вы в суде, священник на вас склеветал, а вы у него благословились идти на страдания. Скачков, отец Михаил. И главное, там эти воины, которые привозили, краснопогодники, как это сделали? Он же на него все наговорил, я ему сказал, прощаю, я из-за решетки шагнул туда, и он меня благословил. Вот как это так? Это Бог сделал так. Мир нужен, мир. А он знает, что, мне говорят, что Лапкин ждет Мессию с запада. Я говорю, отец Михаил, я жду его с неба, грядущего на облаках. 24 глава Евангелия от Матфея. Я не жду никого с запада. Зачем запад? Когда у нас Христос сейчас, а Христос называется Востоком. Восток ему имя. И они-то ничего не сказали, еще сказали, тут только делов там. Мне никак. Брань говорит, на воротнике они виснят. А вот ваши записи, я там 50 книг насчитал, слушают из-за границы, и вам гордость не подходит. Я говорю, мне некогда делать, думать об этом. Я 51 книгу насчитываю. Мне некогда об этом думать. Я сидел, я начальник детского лагеря, и каждую пятницу костер, картошка, я несколько лет даже не заходил туда. Ни разу не скупался. Каждую минуту у меня, когда у меня отняли материалы, насчитанные Библией, Златоус, там что было, архипелаг, ГУЛАГ, уничтожили. Я вернулся и заново насчитал уже на компьютер. И все это в интернете стоит. Я жил свободно, умно или неумно, это уже Господь разберет. Но врагов у меня нету. Такое, на кого бы я хотел, хотели бы кого-то сейчас, была бы власть, чтобы его арестовали. Сохрани Бог, даже думать об этом страшно. Если бы он был арестован, я бы в тюрьму к нему сходил. Сходил и ходатаясь, чтобы отпустили его. Вот вам в этом году уже будет 83 года. Вы прошли пять тюрем и лагерь. Да. И вы восстановили шесть прудов. Вы такие работы проводите. Да. А вот как вам удается сохранять вот эту активность в такие годы? Вы знаете, утром вот приходят, когда молятся у нас здесь. А у меня подарок есть один. Я покажу вам. Вот такой вот. А это пупурьки. Вот эти. Я голыми ногами топчусь на них. А от них идет на ноги, на глаз, на ухо, на сердце. А как? А найдет. Я стою на них, потопчусь. По комнате пройдусь опять. А то вот видно, что они выступают. Видите как? Это мое лекарство. Я лекарства никакого не принимаю. Ни одной таблетки не съел за 82 года. И весь ответ. И когда человек умирает, я спрашиваю, что он помер? Мои родственники. Как умер? Ну какая причина-то, что он умер? Я, понимаете, застрял со студентами это все занимался. До начальника детского лагеря где-то на 30-ти годах. Я не могу оттуда выйти никак. Я не могу совсем соглашусь, но что я старик никак не соглашаюсь. У меня нет стариков ского, ничего нету. Ни стонать, ни спать, ни там холодильника. У меня его и нет холодильника. Просто нету этого. А летом я хожу там босиком, с молодежью работаю сколько по силам есть. А это ой, как трудно. Больше миллиона я только в землю зарыл. Дорогу делали. Вот только привезти... Так, минутку. Кто? Давай, дорогой. Володя пришел у меня. И вот ответы такие. Вот я не знаю никого. Меня направили именно, чтобы я жил там, где живу и в ангелесоохране. А там в ангелесоохране по политработе капитан. И он ко мне расположен, а он меня как будто первый. А потом его сделали полномочным представителем президента Российской Федерации. Понимаете? Это удивительно очень. Это не то слово. Прокурор края, генерал-лейтенант. Ну, к нему там приходят, ну, растолкают по другим кабинетам. Говорят, два года мужи, говорят, хожу и никак. А я мог два раза на день прийти к нему. Это Бог так делает. И чтобы вот за то, что я сидел, 11 лет шел в суд и я его выиграл. Не я выиграл, Господь так сделал. И вот я где нахожусь сейчас, это 13 соток в центральном районе и два здания. У них рассчитываться было... 11 лет шел в суд и выиграл. Вот Бог это все делает. Притом заступались, тоже там заступился процентка такой, начальник отдела вестиции, министерством считается. и взвинулась. Парторг она была, Ремнева, Надежда Степановна, а она потом стала здесь каким-то представителем краевой администрации. Она встряла туда, сказала, все безобразней, щите с Лапкиным, уже изъяли, уже все надо... И все как-то так... И в конце концов суд повернул в другую сторону. И вот я теперь получил это. Люди вот стоят у меня, деревья хорошие, тут виноград, а это же Сибирь. Ёлка какая, березовый сок тут. 13 сотых... А сколько вас? Я говорю, ну я думал метр квадратных 100. А получил 226 квадратных метров в жилплощади. 226. Вот. Я не просил, не думал, что столько будет. Бог знает. В одном мы сделали знание о большом храме. Трапезная, все это снимаем там. Ну а здесь я живу через стенку. Наши друзья живут, хозяйка. А тут мы. Приезжают люди. У нас есть где принять их. Вот когда они... Я на этом не зацикленный, и получается, все у меня есть. Вот Господь так делает. У меня было так, где дом купил, квартиру там я в нем, ну дом деревянный, недалеко, прям рядом с церковью. А церковь-то была одна на весь Барнаул, издалека приезжали, чтобы бабушкам было где ночевать. А жена за ними ухаживала. Ну и когда встали уже, у меня другое место появилось. А дом тут на продажу, там большой дом построили, там. Ну, это другой вопрос совсем. Теперь, я говорю, если дом, квартиру продадите, там риэлтор, все, то молодые тут есть, у них своей квартиры нет, это им отдать. А он за это время сделался врагом. К старобрядцам пошел и начал всякие клюты. А я ему отдаю уже, уже сколько времени он враждует, а когда продали, я говорю, к деньгам не прикасайся, отнесите ему деньги. А да он враг? Нет, это он враг себе сделался, а я-то к нему ничего не имею. Но я ему сказал, мое слово должно быть выполнено. И до копейки туда отдал. Для меня нет разницы, кем он стал. Мы были в хороших отношениях. Ну и вот так вот не пободрствовал ее. Враг берет семь злейших. И все. И мне не стыдно, что я сделал. Другая тут, два сына у ней, но что-то неладное совсем. Она приезжает и завещание дает на меня и на брата квартиры. Ну, обыкновенная, многоэтажная. И получилось, что ее убили. Проходит время. А ее сын приезжает и теперь мы узнали, что на вас. Как теперь? Да никак. Я говорю, мать меня переписала и все. Я хозяин. Я их стараюсь растрясти. Ну, они опять. Я говорю, ну вы претендуете? Можете у меня убрать? И взять? Да нет, они меня знают. Я говорю, так вот. Пойдем к нотариусу и вы при нем скажете. А одно условие выполните, что про мать нигде никогда плохого слова не сказали. А я подписываю, что я отказываюсь. Вот так и сделал. То есть на пустом месте я приобретаю друзей. Квартира не моя, она подписала ее мне. Я чужим не воспользовался никогда, нигде. Это мне Бог дал. Я здесь не строил только, ну, внутренние украшения, полки. И в деревне точно так же. Из моего материала строил один. Он уезжает, я ему заплатил деньги, опять есть где. У меня самая минимальная пенсия. И все знают, что я богатый. А как так? Не знаю. На расположенной люди находятся. Вот мне ехать надо было в миссионерское путешествие. Ехать через день. А на следующий день ко мне один уже в интернете зашел и говорит, вам деньги нужны. А кто вы? Я Булкина, так, Димитрий. А где живете? Бывший Кёнигсберт, Калининград. Вам деньги нужны? Я говорю, а на что? Ну вы же книги издаёте. Я говорю, больше не издаю. Я умею остановиться. Вот, сколько я скажу, 12 лет назад я последнее стихотворение написал, больше в руки не беру. Я умею отрезать, а так рука трясётся охота написать. Мне больше ни одного стихотворения, ни одной книги. Я занимаюсь другими, я перехожу сразу на другую ступень. И здесь я не издаю книги, но деньги то всё равно уже на дорогу. На дорогу возьмите. Шестизначные цифры, один день, другой. Поехали, у нас деньги. Так, сейчас я посмотрю, кто-то ко мне звонит. Так, у нас занятия начинаются. Я вам сейчас скину материю. Вот смотрите, когда, заходите тогда. Всё тогда, на этом. с Богом. Благодарю, что зашли. С Христосом. С Богом. Давайте, жду в гости. Давайте.